Здравствуйте, дорогие садоводы! Приветствую вас на канале Процветок. И сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно обработать срез ветки. Сейчас настало благоприятное время, январь-февраль, а для более северных регионов умеренной зоны и март являются вполне комфортным временем для обрезки сада. И частая ошибка, которую допускают начинающие садоводы и даже садоводы с опытом, это неправильная обработка среза. Вот здесь мы видим не совсем правильно выполненную обработку, сейчас мы ее скорректируем и заодно покажем вам, как правильно обработать срез дерева и для чего это нужно. Ну, прежде всего мы должны срезать вот эту ветку, этот пенечек, который остался на кольцо. Для чего это необходимо? Ну, конечно, чтобы избежать роста волчков, ну и по ряду других причин. Хотя обрезка деревьев это вообще отдельная тема, о которой, я уверен, мы с вами поговорим. И так обрезаем ветку на кольцо. Для того, чтобы не было задиров коры, подрезаем ее снизу. И так мы видим чистый ровный срез. Что же нам с ним дальше нужно сделать? Дело в том, что если вы посмотрите здесь с краю, вы увидите зону зеленой ткани под корой. Эта ткань называется камбий. Именно из этой ткани и начнет образовываться валик, который впоследствии закроет нам эту рану. И многие допускают ошибку, когда используют масляную краску на синтетической основе или какие-то другие синтетические агрессивные замазки. Они повреждают этот живой слой, живой ткани, зеленый слой. И наплыв коры потом затрудняется. И сюда потом проникает легко инфекция. И наш срез получается источником заболевания дерева или каких-то других неприятностей. В этой связи, если у вас нету чем замазать этот срез, и он такого небольшого размера, до 2-3 см, вы можете его не замазывать вовсе. Либо использовать замазки на натуральной основе. Почему обязательно это нужно делать на натуральной основе? И в чем суть замазывания? Замазывание среза необходимо для того, чтобы создать препятствие для попадания сюда инфекции грибной и бактериальной природы. Для этого используются специальные, как бы сказать, пленкообразователи. Если вы хотите сделать профилактическую обработку против каких-то болезней или вредителей, вы можете использовать антисептические пропитки. Но они должны быть чрезвычайно щадящие. Хотя этот прием использования пропиток не является обязательным. Но я для того, чтобы показать тем, кто боится, например, рака или каких-то других инфекций, покажу, что это можно сделать, например, с помощью разбавленной настойки йода. Легко промазать этот срез. После того, как вы промазали срез спиртовым настоем, а почему спиртовым? Дело в том, что если вы здесь помажете чем-то водосодержащим, в этом случае ваша замазка не будет сюда как следует ложиться. Вы можете использовать стандартную замазку, но на самом деле она совершенно неудобна для использования в это время. Почему? Потому что сейчас мороз, она твердая. Вам ее надо или разогреть и потом горячей сюда нанести, что не всегда удобно. Но я вам предложу свой способ замазывания таких ран. Дело в том, что прекрасным способом замазывания ранок является использование льняного масла. Ведь что такое льняное масло? Льняное масло это основа олифы. Это то, чем в основном опытные садоводы рекомендуют замазывать такие ранки. Но олифу сейчас не так легко найти в магазине. Да и не каждый станет покупать литр олифы для того, чтобы замазать несколько ранок. А вот льняное масло, которое мы часто потребляем для нашего здоровья, особенно в случае, если оно немножечко застоялось у нас в холодильнике, уже непригодно к пищу, прекрасно подходит для замазывания ран. Оно является дружественным для растения, благоприятным для растения. По мере окисления масла оно создаст здесь плотную пленочку и не повредит тот комбиальный слой, который создаст нам впоследствии валик и закроет эту ранку. Поэтому использование льняного масла для замазывания ран является наиболее благоприятным. Если осадки прошли, дождь и ваша замазка смылась, то вы можете повторить ее в любой момент. Но на самом деле масло как следует пропитает древесину. Сейчас она сухая, еще не мокрая, еще нет сокодвижения, поэтому она туда попадет как следует и, соответственно, сохранит вашу ранку и будет препятствовать для попадания туда влаги и всевозможных возбудителей и болезней. Я рекомендую всем этот метод. И есть еще и другие советы в части обрезки сада, поэтому подписывайтесь на наш канал Процветок, и мы будем своевременно информировать вас полезными советами.